здравствуйте дорогие друзья усаживайтесь поудобнее пристегивайте ремни мы с вами движемся в судьбу ленивого раба чтобы нам там не посмотреть только со стороны а наоборот пройти через некоторый анализ своего сердца и обнаружить причины которые привели его к такому решению к такой позиции жизни и зная что мы с вами изучаем не просто отдельный текст описания а то что является итогом обучающей программы иисуса христа конечно он еще будет говорить как завещательную речь ученикам и о своем отходе и о том как им надо быть в бодрствующем состоянии но по крайней мере это уже те притчи которыми заканчивается его такое повествовательное что ли обучение поэтому мы продолжаем говорить о притче о талантах и подходим к тому финишу подошел получивший и один талант и сказал господин я знал тебя что ты человек жестокий жнешь где не сеял собираешь день рассыпал и убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле вот тебе твое помните что раздавал господин только тем которые были его рабами которые уже согласились быть на его территории и работать на его ценности и на его цель и теперь три человека которые в себя включает все человечество и в этом развитии вот этих трех направлений мы видим что кто-то более одарен кто-то менее кто-то вроде бы и совсем почти ничего по крайней мере в сравнении с первым может так показаться и смотрите что раздача талантов происходило от большего к меньшему и точно также отчетность от большего к меньшему и поэтому те которые пустили в оборот они при последнем рабе до при последнем не успешному лукавым ленивым они получили свои воздаяния но этого свой путь у этого свой взгляд на жизнь на ситуацию видели ли вы таких людей у которых на все свое мнение у них на все есть оправдательные какие-то вещи которые позволяют им остаться в позиции бездеятельности в позиции осуждения в позиции которые все знают но ничего не хотят делать и менять наверное такую категорию людей вы представляете может быть сами в ней оказывались а может быть до сих пор в этой позиции если вдруг вы себя обнаружите в этой позиции то как можно быстрее выходите из нее раз вы слышите значит есть еще шанс и возможность что-то поменять итак первая причина которая привела его к такому положению я знал я знал то есть это самоуверенность что мое знание оно точное потом я знал тебя то есть ему кажется что он знает господина лучше чем сам себя господин поэтому если вы начинаете кого-то взвешивать и думать что я то точно знаю почему он вот так или так поступил друзья мы не ответственны за других мы не судьи нашим братьям сестрам начальникам нашим мужьям и женам нашим детям мы не судьи запомните что нам надо взвешивать себя и свое сердце и потому то что мы здесь видим он обнаруживает у себя знания о господине а я точно знаю какой ты и тут он ему дает характеристику что ты человек жестокий жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал то есть он видит в нем алчного человека который хочет за счет других что-то получить с одной стороны да у него есть работники которые будут за него что-то делать но он им дал что пускать в оборот он не просто берет их и с их имуществом а теперь заставляет работать на себя он свое отдал первое что он дал свое и более того он дал за счет своего этим людям состояться посмотрите как может быть искажен взгляд на на другого человека который лучше богаче или успешнее тебя в данном случае господин таким является и поэтому именно искаженный взгляд зависть другими словами желание самоутвердиться и показать а я я то знаю какой ты я хочу тебе еще глаза открыть на тебя вот чувствуете позицию позицию как людей которые вокруг нас могут быть встречались на нашем пути могут встречаться и дальше самое главное ты не окажись в этой позиции если ты что-то имеешь оно не твое пусти это в оборот и дай богу получить через это славу и тогда когда ты работаешь на чью-то цель будь то в бизнесе будь то в политике будь то в служении я хочу сказать что это не есть унижение если ты соглашаешься что цель вот этого человека тебя устраивает и ты с ним согласился идти по пути будь теперь верным я сейчас даже говорю чисто о человеческих характеристиках потому что оказывая верность на цель какого-то человека которая тебе показалась достойной то сейчас вкладываясь в эту цель ты будешь иметь часть от нее и и это не то что будет неправильный мотив а это то что ты вкладывал свою судьбу свою жизнь а верность божья в том что он даст тебе от плодов твоих рук поэтому на самом деле кому-то господь дает быть апостолом кому-то в своем царстве дает быть пророком кому-то евангелистом кому-то пастырем кому-то учителем но пять направлений это не значит что все люди попадают вот в эти направления но те или иные отголоски в призвании вашем они будут соответствовать вот этим этому пятигранному служению и кто-то будет ярко выраженный евангелист а у вас тоже евангелизм вас затрагивает и вы можете включаться сейчас в эту деятельность вы можете стать частью этого уже процесса запущенного и ваш будет дар обрабатываться и вы будете работать на одну цель которая есть сейчас царстве божьем и точно так же это может быть и в сферах общества где дары вот эти перечисленные могут работать на осоление на преображение и так далее поэтому будь верен в том что ты уже для себя избрал а не то что я себе избрал господина но он-то ненормальный поэтому я буду жить сам по себе на своих на своих правилах вот этого нельзя допускать посмотрите как и ложь искажает преломляет мышление преломляет взаимоотношения ценности и так далее и так жестокий собираешь то где не рассыпал я убоялся тогда когда есть искаженный взгляд на господина приходит ложное переживание страха страх противоположность вере и и тогда когда человек не живет в вере а живет в подозрениях страх станет его образом жизни образом мышления образом взаимоотношений который приводит к тому что мне бы это закопать мне бы это припрятать чтобы никто не утащил сколько в твоей жизни того что ты знаешь что это есть у тебя но ты думаешь а мной пользоваться будут мне приходилось слышать такие вещи мною пользуются пользуются в церкви потому что у меня есть этот талант а кто пользуется пастор начальник или там наставник лидер для чего и каким образом если ты отдал себя на служение богу а господь тебе поставил кого-то начальствующими на тебя и он приглашает тебя этим так даром послужить то разве это пастору надо разве это лидеру твоему надо может быть конечно и такое лидерство но это уже не твоя ответственность тогда ты все равно трудись на царство божье ты вот эти ценности не выпусти из своего мышления я это делаю во славу господа очень хороший рецепт дает апостол павел все что делаете делайте от души как для господа а не для человеков поэтому если ты делаешь что-то и подозреваешь своих лидеров подозреваешь те кто рядом это приведет тебя в тупик поэтому не живи в таких категориях не живи на таких платформах а произведи внутри себя то очищение как мышление так и мотивации так и своих направлений выбора чтобы сказать господь ты меня призвал и никто не может повредить вот этому призванию и если сегодня кто-то использует мои ресурсы которые я пускаю твоем царстве в оборот для себя это уже его ответственность но я это делаю сейчас отдаю себя на твой жертвенник как живая жертва я хочу чтобы моя жизнь состоялась и я с тобой в завете и вот тогда когда мы с вами так разговариваем господь хранит простодушных господь защитит тебя и меня от ложных результатов жизни от опасных моментов и от неправильных мотивов поэтому то что я тебе предлагаю сегодня это конечно же состояться в божьем призвании через то что ты не дашь сомнению отравить твою внутренность через то что ты не дашь вот этой лжи проникнуть в тебя потому что мы дальше видим я талант твой я знаю что это не мой а твой талант но я его спрятал и вот это кстати тоже какой-то парадокс скрыл талант твой в земле вот тебе твое то есть ты мне дал я тебе его сохранил кстати вы знаете какой вывод из этой причина важно сделать и мы уже его как-то озвучивали что здесь бездеятельность приравнивается к лукавству и поэтому тогда когда даже нет попытки пустить в оборот то чем ты владеешь то это то что осуждается если бы допустим пустил в оборот но потерял но как-то неразумно растратил вот это и то менее осуждаемо чем то что ты спрятал его ты вообще ничего не предпринял поэтому если ты сегодня боишься что-то пустить в оборот ты не предпринимаешь ничего и это в данной притче приводится к осуждению поэтому я хочу чтобы в твоем сердце сегодня пришло решение я не буду жить под давлением вот этого сомнения я не буду жить под давлением ложного восприятия моего господина а я буду исходить из того чем я владею оно не мое значит я это пускаю в оборот и таким образом я прихожу к правильному результату мы с вами еще в следующий раз закончим уже вот этот итог и перейдем к следующей части в данной главе но тут я хочу чтобы мы для себя подвели тоже черту в том смысле что я хочу быть человеком который знает для чего живет который знает чем владеет который знает куда направляется который знает кто его господин и который знает что делать с тем что я получил и так когда каждый в теле Христовом будет в этой позиции представьте насколько засияет это тело как быстро это произойдет как сильно красота это будет известно и пронесется по всему по всему миру что город устроены на вершине горы это не случайность а это церковь Иисуса Христа где каждый сияет своим светом отражающим свет Христа и поэтому друзья я хочу каждого из вас и себя погрузить сейчас вот в эту реку в реку доверия в реку жертвенности в реку посвященности в реку бескомпромиссности а это значит в реку плодоносности и исходим мы из того что наша жизнь она сегодня на весах нечеловеческих хотя может быть и люди нас взвешивают но она у нас находится на весах сейчас божественной ценности и господин же его сказал ему в ответ лукавый раб и ленивый ты знал что я жну где не сею собирал где не рассыпал то есть он просто дает ему подлинную характеристику лукавый и ленивый итак друзья к чему или что приводит к лукавству и к лени ложь приводит к лукавым подозрениям лукавые подозрения приводят к оправданию бездеятельности вот такой простой вывод мы можем сделать из того что сказал ему господин лукавый и ленивый раб ты знал что я вот это делаю но тебе-то надлежало тоже что-то сделать и поэтому тогда когда люди так для себя ищут такое оправдание то у христа есть что ответить но услышать это тогда когда не останется времени вот это опасно поэтому в следующий раз с вами завершим уже эту притчу до конца я хочу чтобы мы могли свое сердце открыть для божьей работы уже сейчас небесный отец я благодарю тебя что мы хотим быть числе тех людей которые слышат тебя внятно которые понимают что ты хочешь нам сказать и не закрывают уши свои не закрывают глаза свои чтобы верно видеть и ты есть тот который приходишь с обличением но с выходом ты говоришь тех кого я люблю тех обличаю наказываю и поэтому если какое-то наказание уже пришло в нашу жизнь то дай это увидеть как благословение дай это увидеть как твою коррекцию которая позволяет нам вовремя повернуть в то направление которое приведет нас к твоим пристаням а не к своим болотам я благодарю тебя что мы можем с тобой сейчас об этом договариваться пусть наша жизнь она примет твой полет примет твой темп твою скорость и твои результаты и знаешь что без тебя мы делать ничего не можем то я приглашаю сейчас силу твоего совета силу твоей любви и благодати которая делает нас продуктивными результативными и мощными да будет так во имя Иисуса Христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok